Глубоко уважаемые члены президиума, глубоко уважаемые коллеги, мне кажется, что достаточно символично то, что последнюю неделю наш славный город принимает дорогих гостей на двух больших медицинских конференциях. Это в нашем пятом международном онкологическом форуме «Белые ночи» и 35-й международной конференции по сосудистой хирургии под названием «Высокие технологии в сосудистой хирургии и флебологии». Все это связано с тем, что именно две группы заболеваний – это сердечно-сосудистые заболевания и онкологические заболевания – делят парму первенства среди заболеваемости, инвалидизации и смертности населения всего, в принципе, земного шара. Так что любой человек, у которого выявлено либо онкологическое, либо сердечно-сосудистые заболевания, имеет большой-большой шанс получить, как говорится, инвалидизацию и умереть. Что же касается людей, которые стали такими счастливчиками и имеют как сердечно-сосудистые, так и онкологические заболевания, вот именно эта группа практически в нашем мире остается без какого-то шанса на дальнейшее существование. По данным академикова Давыдова и Акчурина, каждому второму пациенту старшевозрастной группы отказывают в радикальном лечении онкопатологии из-за сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Казалось бы, и настоящие успехи как сосудистой хирургии, так и постоянное развитие методов лечения онкопатологии дают таким людям шанс. Однако же, скажем так, косность, может быть, некоторых онкологов или сосудистых хирургов не позволяет более широко посмотреть на эту проблему. То есть, когда человек, например, с аневризма аорты приходит к онкологу, обычно доктор говорит, вы знаете, сначала разберитесь, пожалуйста, со своей патологией, потом уже мы займемся онкологическим заболеванием. А сосудистый хирург, когда такой пациент приходит к нему, про себя думает, ну, сейчас мы начнем как-то вот лечить какую-то операцию, сколько проживет вообще этот пациент, начнется ли там какая-нибудь диссеминация, а потом скажет, что я виноват, что полез в живот. И тоже, собственно говоря, говорит, что вы знаете, давайте вы сначала начинаете лечить свою онкологическую патологию, а потом уже, если все будет более-менее, то тогда вернемся к вопросам сосудистой хирургии. Опять же-таки, по данным литературы, сочетание аневризма брюшного отдела аорты с онкологическим заболеванием органов брюшной полости из брюшинного пространства составляет до 4%. Много ли это или мало? По согласно среднестатистической распространенности аневризма аорты и демографической картине в Российской Федерации, на территории нашей огромной Родины ходит практически примерно 680 тысяч пациентов с аневризмом аорты. Ежегодно нуждаются в оперативном лечении порядка 68 тысяч пациентов. И по данным, опять же-таки, статистики, которую мы имеем, которую предоставляет главный сосудистый хирург Российской Федерации, ежегодно проводится в России около 2,5 тысяч операций на аорте всего. Из них, если посмотреть эти проценты, экстраполировать на данные 68 тысяч пациентов, которые нуждаются в оперативном лечении, как минимум до 2700 пациентов это будут люди, у которых будут сочетания аневризмы и онкологической патологии. Ну, буквально, несколькими штрихами, это исторические такие мазки именно о тех людях, без которых на самом деле не было бы нашей славной профессии. Это, конечно же, Вильгельм Конрад Ринген в 1895 году, открытие X лучей, которые впоследствии были названы в его честь. Чарльз Доттер в 1969 году предлагает технику транслюминальной имплантации табулярного стента в кровеносный сосуд. Николай Леонтьевич Володось – советский ученый, который впервые в мире выполняет имплантацию стенграфта собственной конструкции при лечении аневризма аорты. Буквально через два года Хуан Карлос Паради, бразильский доктор, осуществляет также имплантацию стенграфта собственной конструкции при лечении аневризмы аорты. И если, конечно же, в идее пальму первенства, несомненно, имеет наш соотечественник, то именно благодаря Хуану Карлосу Паради вот эти возможности стенграфта открываются миру и переводятся на такие коммерческие рельсы. И Беном предлагает ту классическую схему, конструкцию стенграфта, которая в определенных модификациях существует по настоящее время. Собственно говоря, этапы такого щадящего эндоваскулярного лечения аневризма аорты классические, когда система доставки через либо небольшие разрезы, либо через кожно заводится через бедренные артерии, под рентгеновским контролем позиционируется под почечные артерии. И идет раскрытие сначала основного модуля стенграфта, и затем формирование искусственной бифуркации из контролатерального доступа. Конструкции стенграфта постоянно развиваются, различные фирмы предлагают свои какие-то идеи инженерные, не стоит на месте производства. И на данный момент развития сейчас уже в принципе любой тип аневризмы может быть пролечен эндоваскулярно, ибо существуют уже и финистрированные графты, и различные броншированные системы, так, чтобы сохранить максимально все сосуды, которые кровоснабжают как органы малого таза и органы брюшной полости. В нашем центре за 10 лет было выполнено порядка более 100 имплантаций стенграфтов у 78 мужчин и 29 женщин. Среди них у 15 пациентов имелись в анамнезе онкологические заболевания. Большинство это было пациенты с заболеваниями предстательной железы, а также пахлями ободочной кишки, почки и желудка. Все пациентам выполняла спирально-компьютерная томография, по данным которой и рассчитывалась возможность выполнения имплантации стенграфта. В основном у нас был благоприятный второй тип аневризма аорты по классификации академика Покровского, когда имелась хорошо выраженная шейка аневризмы и неизмененная подвздошная артерия для усадки модулей стенграфта. Мы использовали различные типы коммерческих стенграфтов, но конструкция у них достаточно одинаковая. Это основной ствол и ножки, которыми можно достраивать его. Средняя продолжительность операции составила порядка двух часов, небольшое время рентгеноскопии до 20 минут при минимальной кровопотере. Все пациенты в послеоперационном периоде получали необходимое противоопухолевое лечение, как химиотерапия, лучевая терапия в полном объеме. В качестве такой вот демонстрации небольшое наблюдение. Пациент в экстренном порядке в 2010 году, ему была выполнена операция Гартмана по поводу рака сигмовидной кишки, осложненная в последующем перфорации и каловым перитонитом. Тогда же было выявлено аневризм брюшного отдела аорты порядка 6 сантиметров. Сосудистые хирурги, посмотрев этого пациента, конечно же, сказали, что, вы знаете, лезть на живот, в котором уже было онкологическое заболевание, и был какой-то перитонит, очень это все проблематично, и, скорее всего, отказали бы им, если бы как раз не появление данной методики в клинике. В 2011 году ему был имплантирован дефракционный стенграфт, который как раз на картинке продемонстрирован. В дальнейшем пациентам хирурги восстановили целостные кишки после установки стенграфта. Однако же через 5 месяцев было выявлено прогрессирование заболевания, метастатическое поражение печени. После проведения нескольких циклов системной химиотерапии не было отмечено какого-либо положительного эффекта, и было принято решение перейти на регионарную схему введения химиопрепаратов, которая и была еще у нас с 2012 года. На дальних снимках демонстрируют, что наличие имплантированного стенграфта никоим образом не мешает процессу катетеризации и селективной химиотерапии опухоли печени. Хорошо видно накопление как раз масленно-контрастного препарата в тянгломбирате опухолевых узлов. Пациент перенес порядка 10 циклов химиомболизации печеночной артерии, и в течение 10 месяцев у него сохранилась стабилизация опухолевого процесса. На настоящий момент живы 8 пациентов из 15 в сроке от 3 до 38 месяцев. В контрольной компьютерной томографии, которая выполняется всем пациентам через 12 месяцев после операции, отмечалось, что аневризма полностью выключена из кровотока. Признаков подтекания контрастного препарата в мешок аневризмы не отмечено. У некоторых пациентов отмечалось даже так называемое в иностранной литературе, обусловлено как шринкиндж, это уменьшение аневризмы в размерах за счет уплотнения ткани вокруг стенграфта. Умерли 7 пациентов в сроке от 15 до 46 месяцев. В 5 случаях причиной смерти было прогрессирование онкологического заболевания, и в 2 наблюдениях острый инфаркт миокарда. Таким образом, хотелось бы сказать, что применение методик интервенционной радиологии для лечения аневризм брюшного отдела аорты у пациентов с онкологической патологией значительно расширяет возможности сосудистой хирургии, и имплантация стенграфта никоим образом не препятствует проведению специфического противоопухоли лечения. Также хотелось бы отметить, что год от года в своих отчетах, которые представляет главный сосудистый хирург Российской Федерации, академик Покровский, отмечается рост количества имплантаций стенграфтов в России, и поэтому есть надежда, что все больше и больше пациентов с отчетной патологией будут иметь возможность получить такую высокотехнологичную помощь. Благодарю за внимание. Спасибо. Есть ли вопросы? У меня есть вопросы. Михаил Игоревич, скажите, пожалуйста, есть ли какие-нибудь особенности имплантации стенграфта у онкологических больных, и, соответственно, есть ли особенности уже в дальнейшем противоопухолевой терапии таких пациентов после того, как этот графт установлен? Глубоко уважаемая Юлия Владимировна, имплантация одинаковая, что для пациентов, у которых имеется онкологическая патология или у пациентов, у которых не имеется онкологическая патология, то есть сам процедура операции, она одинакова у всех. В особенности могут быть только необходимо применение, скажем так, гепарина во время имплантации или нет. То есть у пациентов, как говорили, с возможностью, с риском кровотечения высокого, может быть, операцию можно проводить с минимальными вообще дозами гепарина и обращать на это внимание. Если мы у сосудистых пациентов, скажем так, рекомендуем в течение ближайшего послеоперационного периода двойную дезагрегантную терапию, то для пациентов с риском, с онкопатологией риском кровотечения, это может быть пересмотрено индивидуально. Насколько прогноз по основному заболеванию, вот в данном случае онкологическое заболевание будет основным, насколько прогноз по этому будет влиять на решение вопроса поставить графт или нет? Ну, опять же таки, это все решается весьма индивидуально, но, на мой взгляд, если у пациента прогноз больше года, ему нужно давать шанс. Спасибо. Спасибо.